Здравствуйте! Меня зовут Баешева Марина Ивановна. Я заведующий кафедрой физико-математического образования Института развития образования и повышения квалификации. Сегодня мы с вами рассмотрим задачи по теории чисел. Это в экзамене единого государственного экзамена задача номер 19 под буквой А. Именно эту задачу я хочу посмотреть, потому что многие выпускники как бы боятся этой задачи, считают, что она очень сложная. Но ведь именно 19 пункт А, хочу обратить вас внимание, что задача посильная будет для вас. Итак, рассмотрим первую задачу. Задача номер 1. Известно, что числа А А, В, С и Д – это попарно различные положительные двузначные числа. Напишем кратко. Попарно различные двузначные числа. И вопрос пункта А следующий. Может ли выполняться следующее равенство? А плюс С разделить на В плюс Д равно 6,23? 6,23? Вопрос. 6,23? Так. Ну, обратите внимание, что если я к А прибавлю С, у меня это же двузначные числа, оно 6 никак не может получиться. Поэтому в данной задаче мы будем использовать основное свойство дроби. А именно, если числитель и знаменатель дроби умножить на одно и то же число, от этого дробь не меняется. То есть я 6,23, если умножу, например, числитель и знаменатель, умножу, например, на число 5. 6 умножая на 5, получается 30. 23 умножая на 5, получается 115. И тогда, смотрите, к А плюс С мне нужно получить число 30. Могу ли я такие два числа подобрать? Могу. А именно, я могу 30 написать как 11 плюс, например, 19. А здесь какие два двузначных числа нужно взять, чтобы получилось 115? Привожу пример. Например, 16 и плюс 99. И смотрю, выполнилось ли у меня условие задачи. Я взяла попарно различные двузначные числа. Вместо буквы А я взяла 11. Вместо буквы С я взяла 19. Вместо буквы Б я взяла 16. И вместо буквы Д я взяла 99. В этой задаче примеров может быть много. И вообще, эта задача звучит следующим образом. Там спрашивается, можно ли, когда мы говорим, можно ли, достаточно привести какой-нибудь один пример. Вот я один этот пример привела. И поэтому вот за эту задачу я считаю, что она будет решенная. Рассмотрим следующее задание. Задание номер 2. Задание второе будет следующее. Пишем условие. Задание номер 2. Число С целое является суммой является суммой хотя бы трех хотя бы трех последовательных членов последовательных членов непостоянной 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 арифметической прогрессии сокращенно здесь напишу арифметической прогрессии и вопрос задачи звучит следующим образом. Может ли сумма С равняться восьми здесь я добавлю, что спрашивается С это целое является суммой хотя бы трех последовательных членов непостоянной арифметической прогрессии состоящей из целых чисел состоящих из целых чисел давайте вначале разберемся с условием задачи во первых С это целое число то есть сумма может оказаться как положительным так и отрицательным числом или даже числом ноль во вторых когда сказали суммой хотя бы трех что такое хотя бы трех то есть в этой прогрессии должно быть либо три либо больше членов прогрессии так и это прогрессия состоит тоже из целых чисел сумма должна быть равна восьми ну вот первое что приходит мысль мне например пришла мысль такая что я такую сумму найду значит напишем минус семь минус шесть минус пять вы видите это прогрессия арифметическая то есть каждый член прогрессии увеличивается на одно и то же число минус четыре минус три минус два и вот для того чтобы сумма была равна восьми наверное нетрудно догадаться что я должна дойти до числа восемь до числа восемь четыре пять шесть семь восемь и тогда посмотрите все члены уничтожаются кроме числа восемь и в итоге эта сумма будет равна восьми потому что минус семь плюс семь уничтожается минус шесть плюс шесть уничтожается и проверим выполняется ли мои условия сумма должна быть равна восьми с это целые сумма хотя бы трех последовательных у меня их даже много больше трех и эта сумма состоит из целых чисел у меня есть даже отрицательные числа есть положительные число и число 0 так следующее задание рассмотрим задание номер три задание номер три третья задача будет такая пять различных пять различных натуральных чисел натуральных чисел таковы таковы что никакие два никакие два никакие два не имеют не имеют общего делителя общего делителя делителя большего единицы большего единицы и вопрос задачи такой может может ли может ли сумма этих пяти чисел этих напишем всех пяти чисел равна двадцати шести знак вопроса так давайте разберемся опять с условия задачи значит мне нужно подобрать какие-то пять различных натуральных чисел натуральные числа должны быть что никакие два не имеют общего делителя большего единицы что это значит это значит что эти два г RS любая пара чисел они взаимно простые взаимно простые вот давайте я вам покажу как можно было бы решить это задание ну в начале начну Sacramento 검 чувствổi concule указывает какое число можно было бы монетр black с смотрите все числа взаимно простые 1, 3 и 2, 3 – все взаимно простые. А вот если я напишу 4, то 4 с 2 имеют общий делитель 2. Поэтому я 4 брать не могу. Возьму следующее число 5. Вот обратите внимание, что у меня появляются только простые числа. Ну, вообще-то единицы не являются простым числом, но начиная с 2, простые числа. Пятерка со всеми ними тоже взаимно простая. 6 я не могу взять. 6 не могу взять, потому что у нас 2 имеет общий делитель. И с тройкой имеет общий делитель. 7. Вот 7 могу взять. Все числа у меня взаимно простые. Но давайте посмотрим, чему равна сумма этих 5 чисел. Может быть, у меня получится 26. Значит, 1 плюс 2 – это будет 3. 3 плюс 3 – 6. 6 плюс 5 – 11. 11 плюс 7 получается 18. А мне нужно, чтобы сумма была равна 26. Тогда я пойду следующим образом. А может быть, мне нужно заменить какое-то из этих чисел. Мне вот смотрите, 18, а мне нужно 26. То есть результат мой должен увеличиться на 8. И вот я подумаю, может быть, какое-то из этих чисел я заменю, увеличу на 8, чтобы у меня результат тоже увеличился на 8. Вот смотрите, что я сделаю. Я вместо числа 3 сейчас напишу. Если к тройке прибавить 8, получается 11. А все остальные числа ставлю прежними. Что же у меня получилось? Получилось следующее, что первоначальная сумма была равна 18, а я к числу 3 прибавила 8, получилось 11. А результат при этом увеличился тоже на 8. Таким образом, я подобрала 5 чисел, а именно какие? 1, 2, 11 и 5, 7. Они все взаимно простые друг с другом. И вся сумма у меня равна 26. Так, а теперь посмотрите, а можно ли было результат какой-то другой получить? А вот такой, посмотрите. А если бы я, например, число 5 увеличила бы на 8, у меня получилось бы 13, и при этом 13 тоже взаимно простые с ним. То есть у этой задачи есть еще, оказывается, другое решение. Я вместо числа 5 напишу 13. Так, смотрим. То есть я даже могу не считать, что если первоначальная сумма была 18, то эта сумма у меня тоже будет уже 26, так как я число 5 увеличила на 8. Правильно? Таким образом, у этой задачи есть два решения. Вот таким образом мы рассмотрели эту задачу. Сегодня мы рассмотрели с вами некоторые задачи из единого госэкзамена, из самого сложного пункта 19-я А. Это задача по теории чисел. Как вы увидели, что задания, в общем-то, оказываются несложные, что большинство из вас могут расправиться с этой задачей. Я желаю вам успехов и встретимся на следующем занятии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok